здравствуйте мои дорогие девчоночки подписчицы спасибо что заглянули на мой канал сегодня вас ждет на мой взгляд очень интересное видео потому что здесь мы будем с вами учиться создавать классные образы на примере очень стильные женщины деборы проживающие в австралии ну конечно все женщины 50 плюс естественно увидели что дебора не 20-летняя девочка и она именно того возраста которым мы интересуемся девочки как всегда наливайте себе чашечку кофе чая что угодно чего хотите присаживайтесь поудобнее отложите все ваши дела на 15 минут доставьте самой себе любимой удовольствия и просто отдыхайте но при этом не забывайте что вам нужно смотреть на детали очень тщательно сматриваться рассматривать их и черпать для себя идейки для своих образов создавая их из того что у вас уже висит шкафу и вы увидите что представленные образы деборой куплены не сегодня и не вчера она просто умеет их очень здорово компоновать именно поэтому они нам кажутся очень-очень стильными а а Готовя эту подборочку образов Дебора, я долго думала, а к какому же стилю отнести ее все наряды. Девочки, я намеренно не говорю ни аутфит, ни лук, потому что общаюсь с русскоговорящей публикой и считаю, что я должна говорить для русскоговорящей публики по-русски. Сначала я подумала, что это стиль эклектика, потому что эклектика у нас, ребята, представляет сочетание несочетаемого. Это, например, спортивные брюки и обувь на каблуке. Это пуховик и шорты. Это майка и водолазка. Казалось бы, ну вот выйдя в таком абсурдном наряде на улицу, вы захотите тотчас же провалиться под землю, но именно поэтому настоящие любители эклектики – это всегда смелые люди, не обращающие внимания на мнения и взгляды окружающих. Вот мне кажется, что сочетание, например, вот почему-то мне кажется, что образы Дебора все-таки можно отнести к эклектике. Если вы присмотритесь, то вы увидите, что Дебора в основном использует только натуральные ткани. Это могут быть и хлопчатобумажные, льняные, а также кожа, но натуральная. Сейчас вы видите, как можно создать три образа с одними и теми же укороченными с отворотом брюками, и они будут смотреться по-разному. Субтитры создавал DimaTorzok Вы, наверное, обратили внимание, что Дебора практически почти во всех своих образах под платье миди надевает обязательно какие-то брюки. Вот давайте с вами понаблюдаем, как Дебора прекрасно создает образы на основе льняного платья широкого, свободного, оверсайз, на два, наверное, размера больше, однотонного серого цвета. И если его примерить с сапожками, но еще украсить красивыми сережками, все равно оно как-то смотрится, ну, буднично, обыкновенно, как у всех, как у многих, ничего такого особенного. И, конечно же, сюда напрашивается какое-то очень крупное в стиле Боха украшение или шарфик, что и сделала Дебора. На сером фоне прекрасно смотрится бордовый какой-то цветной расцветочки шарфик. Ярким пятном выделяется. Возможно, это будет другого цвета шарфик, но чтобы он сочетался именно с серым. Конечно же, загнули рукавчик до три четверти. Все равно этот образ не выглядит эксклюзивным, на мой взгляд. А вот для того, чтобы он выглядел более необычно, более интересно и стильно, берутся брюки, точно такие же льняные, свободного покроя, укороченные и надеваются под это платье. Но это же совсем другое дело, как вам кажется. Дополнить розовым красивым шарфом и получается шикарный образ. Ну, а если у вас осень или, как в Австралии, зима, то вы можете утеплиться, надев поверх этого серого платья пончо. Тоже выглядит прекрасно. Музыка Музыка Ну и, конечно, Конечно же, мне не мог не понравиться вот этот вариант. Вы представьте, что вы распустили свой рукав у своего свитерочка, джемперочка, и при этом пришили завязочки. У вас получается вот такая очень стильная, интересная кофточка, необычная, как не у всех, которые вы сможете надеть поверх платья. Вот вам шикарный образ. Если мы дальше будем размышлять на тему, какой же все-таки стиль принадлежит Деборе, я думаю, его можно назвать минимализм, потому что она обожает черно-белые цвета. Всю свою жизнь именно этот стиль минимализм не терпит яркости и взрыва красок. Все внимание будет приковано непосредственно к вам самой, а не к одежде. Поэтому необходимо всегда иметь аккуратную прическу, ну, примерно такую, как у Деборы. А вот, посмотрите, еще один образ, собранный Деборой, в основе которого лежит платье-рубашка длинная, черного цвета. В дополнение к ней идут сапожки на толстой танковой подошве. Совершенно не делая неженственным образ, потому что еще добавлено красивое украшение. И, как вы видите, под платье надеты лосины, плотные, толстые, черные лосины. Далее, рассматривая ее образы, я подумала, не относится ли этот стиль к стилю Боха, но не тот, который хиппи, потому что их много разновидностей, а именно Боха шик. Вот как вы думаете, похоже? Ну, и, конечно же, я совсем забыла, что существует еще и логин-лук, к которому тоже можно отнести этот стиль, потому что он слоеный местами. Все же вы помните, что логин-лук переводится логин. Это слои, а лук это вид, слоеный вид. Так вот здесь и брюки, и платья, и сверху еще и какие-то кофточки позволяют нам его называть логин-лук. В общем, девочки, буду ждать от вас комментарии, как бы вы назвали стиль Деборы. Мне очень нравится сочетание черное с белым, классическое сочетание, будь то горохи крупные или мелкие, будь то квадраты или полоски, неважно. Но сочетание черное с белым любят, наверное, все, классический вариант. Но Дебора очень любит Total Black. И мне в этих образах не хватает ярких красок. Вот то, что вы видите здесь цветное, это я выискивала, просто выискивала, потому что в основном все ее образы либо черные, либо темно-темно-темно-синие, либо черно-белые. И в конце концов начинает уже казаться, что смотришь черно-белое кино, а хочется уже цветного. В основном все брюки у Деборы укороченные, широкие и укороченные, как вы видите. Это для всех тех девочек, которые с маленьким ростом, с небольшим. И все спрашивали, а что нам с маленьким ростом носить. Вот посмотрите, как на ней смотрятся укороченные брюки. Я думаю, прекрасно. Сама Дебора небольшого роста. Вы постоянно пишите, а вот что мне делать маленькой? А что мне делать маленькой? Она небольшого роста, но при этом она ходит без каблука. И у нее, как она рассказывает о себе, ну, может быть, две пары обуви, которые ей приходится в год носить 2-3 раза, надевая там на 2-3 часа на каблуке. А так у нее удобная очень обувь без каблука, которая прекрасно смотрится даже с ее ростом в ее образах. Моя любимая полоска и мой любимый горох. Кстати, у меня на канале есть видео «Полосатая жизнь» и также отдельное видео про горошек. Очень интересные модели. Заходите в плейлисты, найдите. Ссылочка будет, как всегда, в конце, либо в моем комментарии. И посмотрите. Рекомендую. Ну, а сейчас мы с вами видим очередные образы от Деборы. И я вас хочу спросить. Обратите внимание, какой образ вам больше понравился? С брюками и платьем? Или просто платьем без брюк? Своё мнение я скажу позже. Ну, а вы напишите своё мнение. И, кстати, если вам понравились образы Деборы, то это еще не конец. У меня еще есть на целое видео материал. Если вам понравилось, и если вы заинтересовались, вы мне напишите, и я тогда сделаю второе видео. Если же интереса к ее стилю у вас не будет, вы тоже можете написать. И я тогда не буду делать второе продолжение стильных образов от Деборы. Дебочки, что идейные из вас, творческие личности, нашли для себя тут интересные детальки, и обязательно применят их в своих работах. И надеюсь, что это видео было полезным для вас. Ну, во всяком случае, мне так очень хотелось бы. Я вам хотела сказать свое мнение. Так вот, мне больше понравилось платье с брюками, нежели платье без брюк отдельно. И вообще, мне стиль Деборы очень понравился. Я считаю его интересным для женщин 50+, и 60+. Если вы попали на мой канал впервые, и вдруг вам понравилось, не забудьте подписаться, нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео, или вы их просто не будете видеть. Если вам понравилось, поделитесь в соцсетях и поставьте пальчик. Это я, как всегда, прошу. Пусть другие тоже посмотрят. Если вы не знаете еще, что у меня есть второй канал, на который я постоянно даю ссылочки на этом канале в своем комментарии или в самом конце видео, канал, где я читаю рассказы. Кстати, только вчера вышли новые иронично-позитивные рассказы. Если вам эта интересная тема, проходите, послушайте. Может быть, вам понравится, подписывайтесь. В наше трудное время лучше отвлекаться на какие-то рассказы, чем вникать во все происходящее. Будьте все здоровы, берегите себя и своих близких. И до новых встреч на моем канале. Будет много-много интересного. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok